РАДИО МЕДИАМЕТРИКС Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! С вами вновь Бизнес Завтрак. И меня зовут Роман Дусенко на радио Медиа Метрикс. Мы продолжаем тему исследования эффективности управления людьми. И сегодня мы зайдем несколько с другой стороны. Вообще, со стороны человека. Что происходит с человеком? Почему одни люди успешны? Почему не успешны? Насколько влияет образование на человека, на успех в его карьере? И для этого я пригласил в нашу студию, на мой взгляд, легендарного человека в области вообще подбора, рекрутинга. Валерия Полякова, который, по сути, стал легендой российского рекрутинга. Добрый день! Здравствуйте! Пока, чтобы нам немного пристреляться друг к другу, или вот создать определенный градус в нашем программе и в нашем разговоре, почему вы когда-то давным-давно вдруг обратили внимание на этот вопрос и стали действительно первопроходцем и легендой рекрутинга в России. Я начну с анекдота. Старый еврей подводит итоги жизни, говорит, дети, я прожил свою жизнь неправильно. Дома я пил чай с одной ложечкой сахара, в гостях с тремя ложечками сахара, а на самом-то деле я люблю с двумя ложечками. Но вот у меня жизнь сконструирована лучше. В первой половине жизни я работал в оборонной промышленности, в оборонном НИИ. В 27 лет стал начальником отдела, в те времена это было редкостью. Потом стал одним из тех, как сейчас говорят, топ-менеджеров этого НИИ и попутно начал в 33 года преподавать. А какие темы? Сначала два года учил в МВТУ имени Баумана взрослых, проводил с ними управленческие игры в основном, деловые игры. Это же вообще редкость была в то время? Нет, тогда это уже было довольно популярно. И второе, я после этого начал преподавать на нашей отраслевой кафедре, которую мы создали в Плехановском университете. И там я учил студентов. А когда мне было 46 лет, нет-нет, 43 года, я коренным образом изменил свою биографию, начал вторую часть своей профессиональной деятельности. Вот то, с чего вы начали. Создал первое в России рекрутинговое агентство «Метрополис». А четыре года назад я его продал. Оно еще живое, в том смысле, что есть… А что можно продать в кадровом агентстве? Первое – имя, второе – людей, третье – связи, клиентов. Компьютеры никому не нужны. Так вот, сейчас я закончу. Я создал это агентство, оно до сих пор, в принципе, живое. Это всероссийская рекрутинговая сеть «Визави Метрополис». А можно сейчас использовать название «Всероссийская» или это просто внутренний? Она просто называется «Федеральная рекрутинговая сеть «Визави Метрополис». То есть «Метрополис» – это от меня. Там более 30 городов она охватывает. И начал проводить бизнес-тренинги, учить исключительно взрослых. Чему? Тому, как работать с персоналом, как проводить переговоры и так далее. А четыре года назад я начал третью часть своей жизни. Ух ты! В каком возрасте? Ну, 67 лет. То есть первое – до 43-х. Да, это я – научный работник. И второе – 63. 67. 67? То есть я стал пить чай с двумя ложечками сахара. Наконец-то! То есть я больше всего люблю преподавать. И что вы сейчас? Какой у вас новый проект? Я сейчас сконцентрировался на онлайн-обучении. То есть я, если время будет, расскажу, почему оно очень часто эффективнее, результативнее, чем очное обучение. Чем те очные тренинги, которые я… Ну, может быть, для затравки. Почему все-таки сейчас вот вы считаете, что онлайн действительно лучше, чем оффлайн? Ну, первое – оно доступнее. Угу. И второе – там есть уникальные возможности контроля того, чему научились участники по сравнению с обычным тренингом. Вот я когда провожу обычный тренинг, очный, я все объяснил, рассказал и говорю – все ли понятно? Да. Нет. Вот немножечко там кто-то поднял руку, уточнил, а все остальные кивают – да, понятно, понятно. И я думал, что все понятно. А когда я сконцентрировался на онлайн обучение, я после того, как услышал, что все понятно, даю тест на проверку полноты и правильностью своей незнания. Онлайн тест, и вы сразу видите результат, да? Я им просто высылаю домой его, сделайте спокойно, не спеша, и прижмите мне результат. Еще раз на секунду, Валерий, какая тема, на чем вы концентруетесь? Ну вот лучше всего у меня отработан тренинг для рекрутеров. Ага, для рекрутеров. Как подбирать людей, наверное? Да, как подбирать людей, но это мое картонное дело. Так вот, выясняется, что с первой попытки тест выполняет 10, ну максимум 20%. А в оффлайне вам казалось, что все выполнили 100%. Да, что все все поняли. После этого наступает разбор ошибок, и выяснилось, что разбор ошибок гораздо больше оставляет в голове четких, правильных знаний, чем просто лекция. Второе, я даю практические задания. Допустим, мы в онлайне разыграли сценку. Рекрутер беседует с заказчиком. Заказчик говорит, мне нужен такой-то, такой-то, такой-то человек, который умеет делать то-то, то-то, у которого такие-то деловые качества, такие-то деловые качества личностного характера. Он должен быть обучаемым, например. И нужно составить список критериев или компетенций, по которым необходимо оценить кандидата. Так вот, все в онлайне послушали эту беседу. Домашнее задание – сделать список компетенций, представить и получить зачет. Если ты его сделал плохо, возвращай на переделку. Иногда со второго, с третьего раза только сдают зачеты, причем мы разбираем опять-таки ошибки. В онлайне это сделать легко. В очном тренинге это сделать практически невозможно. Ну так вот, я обнаружил следующую интересную вещь, о которой вам не говорил, когда мы намечали тему передачи. Тема у нас очень невыигрышная, потому что большинство людей со мной не согласны. Ну вот, я недавно беседовал с директором по персоналу одной из трех крупнейших регулированных ГВС в России. Она мне говорит, нет, Валентинович, я с вами не согласна. Людей не нужно принуждать к обучению. Взрослые люди, если им дать интересное, правильное обучение, если они будут видеть, что это нужно для работы, они будут охотно учиться. Большинство не будут. Ну так вот, я как преподаватель профессиональный всегда начинаю свое занятие с того, что даю план. У нас сегодня план предлагается из трех частей. Первое, а действительно ли взрослые люди не любят учиться? Или вот как это директор по персоналу говорит, обучение плохое. Если правильное обучение, они будут любить учиться? Не согласен. То есть почему люди не любят учиться? Или скажем так, любят они учиться или нет? Тема на самом деле очень скользкая. Я вот год назад на одном из рекрутинговых порталов публиковал цикл статей для соискателей работы. А у меня вторая тема – это как делать карьеру, как находить работу. У меня есть курс, онлайн-курс «Сама маркетинг на рынке труда». Как себя выгодно продвинуть на рынке труда. Мне очень интересно, потому что мы с вами в этом смысле коллеги. Ну вот у меня две основных темы. Так вот, опубликовал цикл статей. Десятки тысяч просмотров, тысяч или две тысячи комментариев. 90% комментариев такие. Он либо жизни не знает, этот бородатый, либо уже из ума выживает. Потому что на самом деле он нам говорит, что мы не имеем работы, потому что у нас квалификации недостаточно, на нас не охотятся рекрутеры. У нас нет умения грамотно продвигать себя на рынке труда. Это все ерунда. На самом деле работы хорошей нету, в стране безобразие. А подбором персонала занимаются куклы с пустыми глазами, которые ничего не понимают. Что нужны на самом деле люди, которые готовы получать гроши и работать с утра до вечера и без выходных. А одна даже написала, я, говорит, не собака, чтобы меня дрессировать. То есть люди не хотят этому учиться. Они не признают. Они считают, что в их неудачах жизни... Виноват кто-то другой. Виноват кто-то другой. Не то, что они имеют недостаточную квалификацию и не умеют себя продвигать на рынке труда. Угу. Это довольно распространенное мнение. То есть люди не склонны винить себя. А вот у нас есть слушатели, которые сейчас в онлайн или которые посмотрят видеозапись на YouTube. Я вас предупреждаю, Роман, что вполне возможно, что на YouTube будет больше антилайков, чем лайков. Меня, вы знаете, на самом деле больше волнует практическая сторона нашей проблемы. Потому что в данном случае, вот буквально передущий эфир, который у нас был, он был адресован больше компаниям, как управлять людьми. А нам с вами нужно поговорить о людях. Надо сделать так, чтобы каждый человек, который хочет найти работу, продвинуться в своей карьере, должен был услышать от нас с вами некие месседжи, которые помогут ему в этом. Такие практические рекомендации. Будет, Роман, будет. Отлично. Вторая часть нашей программы. Сейчас одну секундочку буквально. По поводу второй части мы к ней подойдем. Так вот, обучение. На мой взгляд, мне не очень созвучен термин, что нужно признать или неуспехи. А вот мне кажется, обучение человека взрослого идет от осознанности, от внутренней мотивации стать лучше. Так вот, у меня вопрос к вам. Как эту осознанность в человеке развить? Через обучение. Это возможно сделать? Возможно. Но я все-таки закончу. Вторая часть нашего плана – это кто виноват? Классический русский вопрос, что люди не хотят учиться. Почему такое происходит? Ну, а третий – практический месяц. Как вы сказали, что делать? Хорошо, давайте двигаться от того. Начинаем с первого. Как человеку осознать, что ему необходимо учиться? Вы знаете, закладывается фундамент в детстве. Ну, вот представьте себе, у вас есть сын, школьник или дочка. Не просто представь, я это знаю. У него есть как раз школьник. Я тоже знаю. Десять лет, да. У меня шесть детей и шесть разнуков. Так что я прекрасно знаю. Это сразу знаю. В младшие годы еще куда не шло. И оценки лучше, и домашние задания четче выполняют, и меньше принуждения нужно. Хотя, мы тоже этого коснемся, у многих есть трудности. И полно мамаш, которые вынуждены делать уроки вместе с детьми. Потому что дети, а, не справятся, б, просто не станут их делать. То есть их уже приходится в какой-то мере пинать, подталкивать. Представьте себе, что происходит в старших классах. Успеваемость снижается, палка нужна еще больше. И хотя людям, детям говорят, что учитесь – это ваше будущее, будете хорошо учиться, будет хорошая профессия, будет успех в жизни и так далее. Вроде бы нормально, осознать можно. На самом деле очень многие не осознают. Вот представьте себе университет, в котором на занятия ходить не обязательно. Никто не принуждает. Никаких домашних заданий нет. Зачетов нет. Экзаменов нет. Ну, а диплом выдается. Многие ли будут учиться? Вот здесь вопрос очень сложный. И я думаю, что многие при одном маленьком условии, что действительно им это надо. Я услышал в том, что вы сейчас говорили, очень часто повторение слова «принуждение». Я не согласен с этим. Я не считаю, что человека или ребенка нужно принуждать. Его нужно мотивировать и заинтересованность. И тогда, в этом случае, у института будет полон. Так вот, мой вопрос к вам. Вы колоссально имеете опыт. Вы прошли огромный жизненный путь. И вы сейчас повторяете тренд всего мира. Третий раз в свою жизнь перестраивая свою коньеру в возрасте 60+. Как сдвинуть человека без принуждения? А вот как ему показать это удовольствие от обучения? Как вам показать плюсы того, что ему нужно учиться? Ну, вот мы уже выяснили, что вы со мной не согласны. Первое. Действительно, есть люди, которые любят и умеют учиться. Но их, к сожалению, меньшинство. И если посмотреть, почему, кто виноват в этом, то объяснение довольно простое. В поведении людей есть два типа моделей. Модели поведения. Модели, которые инстинктивно унаследованы от наших далеких предков. Формировались в течение многих десятков тысяч лет. Когда не было никакой грамоты, никаких школ, никаких университетов. Жизнь была более простой. И учиться нужно было гораздо меньше. Выживаемости. Да. Но обучение, фактически, было тоже. То есть, ребенок должен научиться выживать. Да, есть. Но это заканчивалось в основном, вот как вчера мне сказал руководитель Регутингового портала, который мы оба знаем. Алексей Захаров, привет. Что к половому созреванию в первобытном обществе обучение уже в основном заканчивалось. Дальше человек оставлял потомство, растил, боролся за существование. Но генетически потребность в длительном, тем более во взрослом состоянии образования, обучение отсутствовало. Он уже передавал знания. Но есть у человека еще и другие модели поведения. Те, которые у него усвоены в результате общения в социуме. Это новое. Его родители говорят, да, учись, это твое будущее, это твой успех и так далее. Ведь почти все родители хотят, чтобы их дети были успехными и счастливыми. Практически все. Все в России хотят, чтобы у детей было высшее образование. Ну, не совсем так. Но, действительно, сейчас количество студентов 3-4 раза на душу населения выше, чем было 25 лет назад. Ну так вот, а происходит борьба между тем, что генетически усвоено человеком, поучился и хватит, и тем, к чему фактически людей подталкивают. Вам не нравится его принуждать? Я хочу уточнить. Вы считаете, что существует внутренний конфликт у человека? То, что вот эти внутренние инстинкты древние, они нам говорят, все, хорош, остановись, тебе больше не надо. Да. Именно так. И вот здесь следующая есть очень интересная вещь. Тоже изотологии. Есть люди, которые сильно подвешены действию вот этих вот инстинктивных моделей, у наследованных от предков. Дожил до полового созревания, хватит сучиться. Есть люди, у которых голос инстинкта слабее. Люди с низким уровнем примативности, если научный термин определить. У них гораздо больше осознанного поведения. Вот вы говорили, нужно осознать. Так на самом деле способность осознать у разных людей разная. Так вот, у большинства людей способность осознать необходимость целенаправленного, организованного, четкого поведения на самом деле невысока. Возможно ли ее поднимать? Крайне сложно. То есть сложно. Крайне сложно. Почти невозможно. Закладывать можно. То есть если формируются социально обусловленные модели поведения, то они формируются в основном в первые условно говоря 5-10 лет жизни. И вот тогда можно сложить. Час назад на вашем кресле сидел HR директор одной крупнейшей российской компании. И мы разговаривали о том, что через среду, через примеры, через мотивацию нематериальную у людей повышается осознанность. Это что заблуждение получается? Насколько повышается и у кого повышается. Значит, я начал с того, что моя точка зрения, моя позиция сильно отличается от позиций большинства. Большинство считает, что можно людей обучить, что можно им объяснить, что необходимо осознанное поведение, организованное, целенаправленное, что нужно всю жизнь учиться, а в наше время это действительно нужно. Вы считаете, что это не так? Нет. Чуть-чуть поднять можно у всех. Но изменить человека нельзя. И если он, условно говоря, к 15 годам потерял интерес к обучению, его уже не возбудишь и не создашь. То есть причина в том, что, во-первых, генетически в человеке заложено возрастное ограничение, после которого у многих уже пропадает интерес к обучению. 15, 17, 19 лет. Да, да, к этому времени. Ну вот у меня есть опыт обучения взрослых. Вот я последние, сколько там, 28 лет в основном обучал взрослых, проводил тренинги. А где-то месяц назад меня пригласили в один из московских солидных университетов с хорошим советским прошлым провести четырехчасовой мастер-класс для студентов. На тему карьеры? Нет. На тему, как подбирать работников. О! Осознание того, что это пригодится. Что этому нужно учиться, что нужно все отложить и сконцентрироваться на том, что тебе дает преподаватель. И если не будет принуждения к обучению, опять-таки, практические задания, которые нужно выполнять, контрольные, которые нужно делать, выступать на семинарах и показывать, что ты разобрался, сдавать зачеты, сдавать экзамены. Не будет хорошего обучения. И чем лучше университет, тем строже контроль. То есть, возвращаясь к первому вашему вопросу, если вдруг в университете отменят все системы контроля, университеты будут пустыми? Нет. Университеты будут полными. Только дипломом будет грош цена. Конкретный пример. Есть в Питере так называемый, он называется академический университет. Его мало кто знает, он небольшой такой, элитарный. У меня сейчас сын заканчивает школу в этом году. Он призер Всероссийской Олимпиады по информатике. И есть несколько мест в России, где этому делу лучше всего учат. В том числе, вот этот академический университет в Питере. Ну, он знает, что там жизни вольной не будет. Что там будет такой жесточайший контроль, такая интенсивность обучения, что придется все пять лет, или сколько там, четыре, шесть лет, пахать, пахать и пахать. И он выбрал себе тоже одно из самых солидных заведений здесь, в Москве, где будет учиться полегче. Хотя вот много сил положено на то, чтобы у него сформировать потребность в обучении. И вот здесь мы как раз подходим к третьему вопросу. Часы убрали. Я чувствую, что мы слишком быстро идем. В этом есть и свой плюс. Тогда мы сможем поговорить и о карьере, и о подборе, когда раскроем тему. Так вот, очень многое закладывается в детстве. Почему люди не любят учиться? С одной стороны, есть бизнес-тренеры, гуру так называемый, которые собирают аудитории на несколько сотен человек, которые учат чему? Я вас научу, как стать богатым. Лидером. У меня в конспекте записано второе. Я вас научу, как стать лидером. Я вас научу, как выйти замуж и так далее. И там основной тезис такой. Вы сможете. Главное – поверить. У вас получится. Вы откроете свой бизнес, и он у вас будет успешным. Главное – поверить в это. То есть накачка энергии идет. Накачка энергии. Накачка энергии – вещь хорошая. Действительно, слушатели хлопают, уходят воодушевленные. А уровень начинает падать. Их же ничему реально не научили. А что такое реальное обучение? Вот я учился в Московском университете на экономиста математика. Первые два года у нас половина программ – это была высшая математика. Базис, фундамент. Да. Так вот, я был по части математики лучшим студентом в своей группе. Вы думаете, у меня все сразу получалось? Конечно, нет. Конечно, нет. Берешь интеграл – не идет. Взял, вроде думаешь, правильно, а мне профессор, говорит, Черемных Юрий Николаевич, мой любимый преподаватель высшей математики, говорит, неправильно. Переложим это на этих наших бизнес-тренеров. Чего нет в их программах? Первое – нет того, о чем я уже успел сказать. Фундамент? Первое – нет. Контроль усвоения знаний и контроль усвоения умений. А как может быть контроль усвоения знаний, когда просто идет накачка энергии? Должны же быть какие-то инструменты? Там по замыслу ее нету. Так я к тому, что там нет реального обучения. Там есть, вы абсолютно верно сказали, вдохновляют людей. Поверьте в себя, и у вас получится, но этого недостаточно. А что нужно еще дать, чтобы человек помочь? Нужно дать знания и умения. А там на это времени не остается. И когда у тебя в аудитории 100-200 человек, ты не способен в принципе дать знания и умения. Можно только информацию какую-то передать. Безо всякой гарантии, что она будет усвоена. А потом уже в личных каких-то занятиях делать с людьми? В групповых еще лучше, кстати. Мне приходится по карьере консультировать лично один на один. И в группе. В группе лучше. В группе лучше результат карьерного консультировать, чем один на один? За счет того, что люди друг с другом общаются? Не только. Понимаете, когда тебя носом тычут, что ты делаешь неправильно, то неприятно. А людям не нравится делать то, что неприятно. Вот если вернуться к тому, что вы можете сделать для своего ребенка, для того, чтобы он дольше и лучше учился в своей жизни, нужно научить его учиться. Нужно развивать мышление. Нужно формировать и закреплять привычку к обучению. То есть можно, конечно, дать ребенку какой-то, как сейчас говорят, гаджет. Он туда погрузится. И про него можно забыть. Вот. А ты свободен. Прекрасно. Но! Гораздо полезнее было бы, если бы вы вместе с ним читали книжку. Просто вслух ему читали с раннего детства. И не просто читали книжку, а разбирали, как и что. Заставляли рассуждать. Вот я помню разговор со своей девятилетней дочкой. Сейчас она уже способный математик. По международным конференциям ездит. Неплохие деньги, как математик зарабатывает. Вот ей сейчас предложили работу в гимназии. Преподаватель математики. 150 тысяч рублей. Хорошо. Очень неплохо. Так вот, в 9 лет обсуждаем с ней тему, допустим. А что было бы, если бы люди не умирали? Ну, это очень философский, правильный такой. Ну, она мне в 9 лет сказала, о, ты знаешь, может быть, еще моя очередь родиться бы не подошла. И твоя тоже может быть. Тогда я услышал следующее. Есть несколько этапов, которые мы должны сейчас уже осознать, для того, чтобы в целом подрастающее поколение стало немного отличаться от того, которое есть. Родители, школа должна привить через родителей, через себя, любовь к обучению. Значит, еще до того, как человек пришел в школу, нужно убирать ребенку время и выбирать такие занятия, где происходит общение и где он чему-то учится. То же самое. Прочитали сказку, допустим? Обсудили. А что ты понял? Все, понял. Второе. Если мы говорим о школе, о высших образованиях, должна быть система контроля, более жесткая. Контроля на то, что люди понимают. То есть система просто зачетов и экзаменов, она не говорит о том, что человек усвоил предмет. Она говорит о том, что человек конкретно знает тот вопрос, который написан в билете. Нет. Она в какой-то мере отвечает на вопрос, сколько человек усвоил. Но там много лотереи. Да, лотерея. 35 билетов, а ты вытащил один, на него удачно ответил. Отлично. А контроль должен быть сплошным. Человек движется дальше. Переходим первое. Приходит первая работа. Что люди, вернее, давайте по-другому. Какую задачу директора компании должны поставить HR директором компании, чтобы то подрастающее поколение, приходя в компанию, поддержало вот этот уровень мотивации к обучению. Чтобы двигалось дальше, чтобы становились лояльные компании. И чтобы они продолжали. Что должны делать люди? Ну, во-первых, я вынужден вас поправить. В компаниях очень много должностей, где не нужны люди, которые стремятся двигаться дальше. Очень много рутинной, повторяющейся, простой работы. Ну, постепенно она будет все больше и больше передаваться компьютерам, роботам и так далее. Но пока-то этого нет. То есть, пока что, далеко не всегда, желание расти, желание обучаться является плюсом для кандидата. Для кого-то это плюс. И, действительно, есть такие должности, где желание и способность обучения является одним из важнейших качеств человека, если ты ведешь правильный подбор. И есть такие должности, где вполне человек нужен, который умеет делать свое дело и будет его делать в течение сколько… Но он должен любить свое дело, чтобы делать его много. Ну, идеальный вариант он должен любить. Но где же таких набрать? Он, как минимум, должен быть в меру добросовестным, ответственным, управляемым и делать спокойно свою, пусть неинтересную, пусть нудную работу. И все же, на самом деле, получается достаточно простая парадигма мира, когда человек становится взрослым уже. Либо он учится сам, либо фирма или компания, в которой он работает, понуждает, принуждает, мотивирует, развивает, учит его. Нет другого варианта. Либо сам, либо компания. На самом деле я бы не разделял так. Дело в том, что если человек сам не настроен учиться, и если он сам не способен учиться, то очень многие системы обучения, которые есть на сегодня… Ломаются об этом. Об этом ломаются. Удачный термин. Но, скажем так, от того, как организовано обучение, очень многое зависит. Вот вам не понравилось, как и многим, слово «принуждать к обучению». Вот давайте на примере обучения рекрутеров на моих онлайн тренингов. Можно? Конечно. Я могу принуждать к обучению, но каким образом? Это не мои подчиненные. Правильно? За них компания заплатила, и он в течение пяти недель проходит у меня обучение. Два раза в неделю занятия, практические задания, тесты и так далее. Как я могу принуждать их к обучению? Контролировать полученные знания. Правильно. Значит, уже сам контроль людей мотивирует. Организация. Вы что-нибудь слышали про охоттернский эффект? Конечно. Это же Мэя. Да. Так вот, даже сам факт, что за людьми наблюдают, он уже мотивирует. Это уже некое принуждение к обучению. Мягкое, не жесткое. Ну, вчера Алексей Захаров, вы его назвали имя, я тоже могу его называть, сказал, ну, под угрозой расстрела люди будут учиться. На самом деле будут, согласен. Но можно принуждать и более мягко. Первое, просто следить за тем, сделал ты или не сделал. И раз в полгода, раз в сессию сдавать зачет, это явно недостаточный контроль. Контроль должен быть повседневный. Вот у меня за пять недель человек должен сдать пять тестов по десять вопросов на усвоение знаний. Причем, как я уже сказал, не просто написал и сдал, получил оценку. Написал, сдал, получил. Обратную связь у тебя ошибки, давай переделывай. Супер. И второе, двенадцать практических заданий. Отлично. Смотрите, Валерий, так как вы глубоко в этой теме, и так как вы реально понимаете, у вас не просто понимание, а у вас понимание психобиологическое, то есть от природы человека, я задам вам вопрос. А как все-таки компаниям выстраивать свою политику в отношении людей, будь то это там правильный подбор для начала или что-то еще, чтобы люди, пришедшие в компанию, хотели развиваться и хотели учиться? Первое. Для этого очень просто. При подборе, если тебе нужны люди, которые хотят развиваться, хотят учиться, ты, пожалуйста, оценивай. А вот тот кандидат, который у тебя на входе, он на самом деле хочет развиваться? Как? Пожалуйста, простейший вопрос. Есть разные приемы. Давай, самый простой. Самый простой вопрос. Роман, пожалуйста, скажите, а что вы за последний год конкретно сделали для получения новых знаний и умений, для повышения своей квалификации? Ага. То есть мы тестируем человека на предмет, делали он вообще что-то? Да. Это называется на самом деле ситуационное интервью. То есть я смотрю поведенческое интервью. Что он реально делал? Если просто спросить у человека, ты хотел бы учиться? Да. А что ты реально делал? Да. Вот я, например, скажу, что я делал реально. Я общаюсь с интересными людьми для того, чтобы себя развивать. Я смотрю определенные фильмы. Какие фильмы конкретно вы посмотрели в последнее время? Да, я назову там несколько фильмов, которые… Я спрошу вас указать, что именно вы из этого фильма увидели. Ага. 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 Они уверят этому. То есть рекрутер должен сам быть в курсе. Правильно? Он директор по персоналу одной из крупнейших, на сегодня, наверное, одной из трех самых крупных ритейловых сетей. Не буду рекламой заниматься, называть имя сети. Он у меня был участником тренинга. И нужно на тренинге оценить его способность грамотно организовать подбор персонала в компании. Он претендует на должность директора по персоналу. В качестве рекрутера выступает начальник отдела подбора из одного местного кадрового агентства. Дело было в Краснодаре. Так что тот, кто знает, догадается о какой сети идет речь. Все понятно, да. Вот. Директор по персоналу интереснейший человек. Бывший преподаватель древнегреческого языка. Ух ты. После этого руководитель торгового центра этой сети. А после этого стал директором по персоналу. Хороший путь. Так вот, обаятельный, красивый, интересный мужчина. И женщина-рекрутер. Начинает с ним собеседование. По условиям игры, в ролях разыгрывает. По условиям игры, она заканчивает собеседование тогда, когда готова дать заключение. Может он или нет. Хорошо справится с этой функцией. Он ей отвечает на вопросы, она еще что-то... Они искренне играют, по-настоящему. Да. Причем я ему перед игрой хотел дать установку. Валентина Чамужина сыграет то, что я для себя наметил. Ага, хорошо. Я сейчас скажу, что он для себя наметил. Все, она говорит, готово. Я ей говорю, ну как, он сможет? Да, сможет. Я говорю, а почему вы так считаете? Она начинает ерзать, плавать. Я, как дотошный рекрутер, спрашиваю, все-таки почему? А профессиональный рекрутер, если он задал вопрос, он или получит ответ, или убедится, что ответ не в состоянии. Как на экзамене раньше. В итоге она пришла к чему? Он так сказал. Он ей хорошо и убедительно говорил, я это могу, я это умею, я это знаю, она поверила. То есть просто в силу убеждения. Она не копала. Глубже просто-напросто. И учить рекрутеров, это значит учить копать глубже. Если тебе что-то говорят, подтверди. Где это было, как это было, с какими результатами. Людей, которые умеют красиво врать в деталях, на самом деле единицы. Вот как разведчики разоблачают разведчиков. Ну, конкретно. Так, ты когда в школе учился, ты жил в Красноярске? Да. На какой улице жил? На Карла Марца. А школа где была? На Советской. Расскажи, как ты шел? Так. А вот когда сворачивалась Карла Марца на Советскую, там булочная была? Да, была. Я там иногда бублики покупал. А там никогда не было булочной. В принципе, все, попался. То есть здесь очень важно, чтобы тебе не навешали лапши на уши. Спрашивай детали. Если я спрашиваю, что вы в последний год сделали для своего обучения, я же буду копать. И большинство людей поплывет. Так вот, если ты хочешь, чтобы у тебя сотрудники учились и развивались, бери тех, кто способен, умеет. Какой, на ваш взгляд, процент от общего числа кандидатов на должность в состоянии пройти такой глубокий тест на понимание и знание любви к образованию? Пять-десять. Пять-десять процентов. То есть наши рекрутеры, которые считают, что они очень быстро закрывают вакансию, зачастую просто будут перерабатывать. И здесь они говорят, да нафига нам так много копать? Да и так сойдет. Он и этого будет учиться. Да. Ну, вот опять-таки конкретный пример. Проводил я тренинг в Твери, живой тренинг. Был у меня один очень такой интересный участник. Я пытался выяснить у него, чем он занимается, а он так это уходил от вопроса. Где-то через полгода, примерно после этого, он мне позвонил, говорит, Валерий Анатольевич, вы меня помните. Вот я у вас тренинг проходил. У меня сеть мелкооптовых баз по Тверской области, по районам Тверской области. Текучесть жуткая. Я говорю, какая? Он говорит, больше половины. Я говорю, дайте мне конкретную статистику. То есть, людей они принимают на работу, они немножко поработают и уходят. И уходят. Еще я кое-что выяснил. В итоге я приехал в Твери и уже два дня учил его руководителей баз и выяснилось простая вещь. Их никто и никогда не учил по отбору. То есть, они брали просто всех подряд? Ну, как? Они посмотрели, вроде бы более-менее, вроде бы хочет и так далее. Возьмем, а там посмотрим. То есть, они не знали, что можно очень много узнать в человеке до того, как он приступит к работе. Научил я их тому, как это делается. У них текучесть сократилась за год в два раза. На самом деле, и те, кто считают себя профессиональными рекрутерами, а у нас на сегодня в стране, примерно по моей оценке, 60 тысяч людей, которые по должности занимаются подбором персонала. У них было где-то 10-15, максимум, тысяч в агентствах кадровых. 20 лет назад была другая ситуация. И примерно тысяч 50-60 в компаниях. Так вот, из этих, условно говоря, 60-70 тысяч людей, подавляющее большинство толком рекрутменту никогда не учились. Негде. Есть книжки. Вы думаете, по книжкам человек может научиться? Ну, что-то подчеркнуть может, да. Единицы. Почему? Книжки не дают умений. У меня вот такой вопрос. Я, например, будучи в прошлом, так сказать, имеющий отношение к ЭЧАРу, как бы будучи директором по персоналу, всегда занимал очень жесткую позицию. Если у тебя есть специалисты по подбору персонала, они должны быть высокоэффективны. Никакого кадрового агентства. Почему до сих пор кадрового агентства существует? Почему люди, имеющие в своем штате рекрутеров, постоянно прибегают к услугам кадровых агентов? Первое. Насчет постоянно прибегают, вряд ли. Дело в том, что рост рекрутинговой отрасли практически остановился. Все, закончился. Да. Дело в том, что если у тебя большая компания и ты в состоянии загрузить работы по подбору своих штатных рекрутеров, то экономически выгоднее иметь своих штатных рекрутеров и обучать их, иметь обученных рекрутеров. Конечно. Но если у тебя небольшая компания, допустим, 80 человек. Ну, тяжеловато. Потому что это функциональный рекрутинг. Объективно нет возможности. Функция рекрутинга будет совмещена с функцией секретаря или там кадровика или еще кого-то. Да, да, да. И он как рекрутер не будет квалифицированным. И поэтому потребность во внешних рекрутинговых услугах, она останется. Но вы еще раз смотрите. Крупные компании выгодно развивать свой дел. Именно поэтому 20 лет назад почти все рекрутеры по должности это были сотрудники кадровых агентств. А на сегодняшний день 80% это сотрудники рекрутинговых служб компании. Окей. Один вопрос. Все-таки, получается, самое главное в рекрутере – это раскопать человека. Докопаться до его некого внутреннего «я», то есть до дна. Действительно, врет – не врет. Ну, то есть, как бы где-то мы там, если так глубоко… Я бы не это назвал самым главным в работе рекрутера. А что? Первое – четко определить, что ты должен, выяснить, измерить в человеке. Это качество. Примерно обычное большинство должностей – полтора десятка качеств. От 12 до 18. Они должны охватывать четыре основных сферы. Первое – что человек может делать. Это в основном профессиональная квалификация. Хотя иногда, допустим, я подбирал человека на должность специалиста по продажам, пришел бывший нигериец. Черненький. И мне пришлось выяснять, а в принципе, можно ли его рассматривать как реальный кандидат. Итак, что человек может? Вторая сфера какая-то? Вторая сфера. А чего он хочет? Что хочет? Сфера желания. Чего он стремится? Какая у него мотивационная карта? Третье. Что его будет заставлять работать? Третье – это разные личностные качества. Если по должности нужна способность к обучению, или желание учиться, значит это. Если нужен не конфликт, значит это. Если нужен руководитель, он должен быть готов к конфликту, уметь себя грамотно вести в ситуации конфликта. И четвертое? А четвертое – это его безопасность для компании. Безопасность. В каком смысле? Ну, первое – насколько он лоярен к работодателю. Не склонен ли он к воровству? Нет ли у него, допустим, каких-то нехороших склонностей? Ну, условно говоря, вот у меня был заказчик из одного удмуртского городка. У них там пьют. Все пьют? Не все. Но очень многие. И когда он подбирал менеджера по оптовым продажам свой московский офис, ему нужно было три завода, он в качестве нужен непьющий. Отлично. Очень интересно. Так вот, если говорить, что главное для рекрутера – это составить четкий перечень, что я должен оценить, большинство рекрутеров этого не делает. Второе – это спроектировать, какими инструментами, какими приемами ты будешь это оценивать. Одно из глубочайших заблуждений – собеседование – это задавание вопросов, выслушивание ответов. Фигня. На собеседовании есть два основных класса инструментов. Первое – это говорильные инструменты. Причем здесь не просто задавание вопросов, а вытаскивание ситуации из опыта. Ситуация, создание – это да. Нет. Еще одно заблуждение – это вот спасибо Светлане Ивановой. Ее, скажем так, суперактивная авторская и тренерская деятельность привела к тому, что большинство рекрутеров говорит – создать ситуацию. Да нет. Рассказать ситуацию. Вот Ласло Бок, который много лет был главным по персоналу в Гугле, он в своей книжке прямо говорит – самое главное – это вытащить ситуацию из прежнего опыта. Конечно. И разобрать, как он себя вел. Окей. Если учиться – как ты учился. Как? Если сделка по продаже – вспомни свою лучшую сделку. Расскажи. Не просто расскажи. На самом деле ситуацию надо разбирать по схеме, которой большинство не владеет. Есть несколько основных систем. Старт, старт, спар, ланут, схема старт – четыре этапа. Первое – убедиться, что речь идет о конкретной ситуации, вытащенной из опыта. Не вообще, как он в подобных ситуациях поступает. А конкретный случай. Вот я на Ковровский завод имени Дегтярева хотел продать партию наших инструментов. Конкретно. Все. Дальше второй этап. А в чем была проблема? Стартовая система. То есть, если схема старт, то второе – это буковка «Т», таргет, цель. Какую проблему нужно было решить? Какой цели достигнуть? Какие препятствия преодолеть? Если человек хорошо понимает… – Он все расскажет. – Нет, нет. Но, во всяком случае, это уже признак того, что он в этом разбирается, он в этом опытен. – Какая третья? – Действует сознательно. – Какая третья? – Результат. – Причем вот для результатов один из моих любимых вопросов. А вот если бы второй раз к этому делу приступить, ты бы все точно так же делал? Или что-то по-другому? То есть, умение человека обучаться в процессе работы, извлекать… – Опыт полученный. – Да. – Результаты из опыта. – Супер. Очень интересно. Немного вернусь. Мне кажется, было бы очень важно. Вот вообще вы для меня – это уникальный пример человек, который, безусловно, любит свое дело. И любит не просто безусловно, а старается жить этой деятельностью. Вам сейчас 67, да? – Нет, 71. – Ох, 71. – Я уже 4 года как начал третью часть своей профессиональной – 71 год. И вы абсолютно адекватный, реальный, интересующийся, живой человек. У нас очень много людей, которые 50 плюс или 60 плюс считают, что их трудовая жизнь окончена. Сейчас очень много говорят об активной продолжительности жизни. Какие ваши секреты? Как вам удается заниматься бизнесом? Ведь это же бизнес то, что вы сейчас занимаете? Вы на этом зарабатываете деньги? – Да. – Как людям по всей стране нашим задать себе вопрос, а как я могу сделать свою жизнь более наполненной, более интересной? Не перевешивать свои проблемы о том, что у меня пенсия маленькая, а что-то еще. А вот взять свою судьбу в свои руки и что-то начать делать. Скажите, как? – Значит, первое – большинство неспособное. Вы сможете сейчас научиться прыгать в высоту на 2 метра 20 сантиметров? – Нет, но я могу начать прыгать. – Да, но на 2,20 вы не прыгаете. – Нет, а разве нужно на 2,20 прыгать? – В этом смысле большинство на самом деле неспособное серьезно переменить свою жизнь. А секрет есть. Я его понял давно, наверное, лет 30 назад. На самом деле раньше, но сформулировали 30 назад. Мне мой дяде, ему было тогда 50 лет. Он был чрезвычайно успешен, у него 2 машины служебных было. Одна для себя, другая для семьи. Он был руководителем самого богатого издательства в России, генеральным директором. Он мне говорит, Валер говорит, ну, в общем-то, все лучшее уже позади. Так вот, если человек считает, что у него все лучше уже позади, он может быть стариком и в 50+, и в 40, и в 30. Ну, он так говорил, на самом деле сейчас ему исполнилось 84 года, он еще работает редактором. – Недавно отошел от руководства, но продолжает работать – Но парадигму он поменял, что еще не все лучшее позади? – На самом деле он тогда немножечко лукавил. Да. Он… На самом деле я учусь. Вот вчерашний день в 10 часов проходил вебинар, на котором я посидел, послушал немного. Не понравилось – бросил. В 11 часов был вебинар, у меня записан, но я решил его не смотреть. В 12 часов Эдуард Бабушкин проводил вебинар по вовлеченности, это еще одна тема, которую я хорошо владею. Его я почти полностью посмотрел, и вот сейчас получил видеозапись. Я учусь. – Вот вы сейчас смотрите в камеру, нас смотрят сейчас реально там 7000 человек, потом еще посмотрят. Дайте практический совет людям, которые вот смотрят, ну, может быть, у них есть это что-то, желание что-то сделать. Вот что им нужно сделать, чтобы жить такой же интересной жизнью, как вы? Первое – это поддерживать свое здоровье и энергетику. Это очень важно. Вот мне 71 год, я люблю ловить рыбу. Я прошлым летом сделал рекордный для себя заплыв, в час пятьдесят плыл по морю, не выходя на берег. Поддерживать физическую форму – это очень важно. Потому что если у тебя уже энергия исчерпана, ничего не получится. Второе – верить, что впереди еще очень много хорошего. Ну, то, о чем я говорил, не считать себя стариком. Третье – учиться, если ты хочешь добиться успеха. То есть есть, конечно, профессии, где можно не учиться. Ты умеешь прекрасно точать обувь и там шить костюмы. У тебя есть своя клиентура. А шитье костюмов сейчас и шитье костюмов сто лет назад. У меня когда-то дедушка еще до революции выучился на Портнова. Мальчик из деревни отдали ученики к Портному. Что сто лет назад шили костюмы, что сейчас особой разницы нет. И швейные машинки те же самые. Но, если ты выбираешь работу, где среда постоянно меняется. Ну, ты, допустим, пошел в компьютерщики. Вот у компьютерщиков эта потребность особенно четко выражена. А в какой мере компания будет поддерживать возможности для обучения. И выбирают иногда должность с меньшей зарплатой, но там, где компания серьезно вкладывается в развитие своих сотрудников. Потому что многие виды обучения требуют денег. Спасибо вам большое. Я испытал истинное удовольствие сегодня за это маленькое, короткое время. Но, мне кажется, это только начало нашего знакомства. Потому что вы такой человек, которого можно раскрывать, раскрывать и делиться опытом. Уважаемые радиослушатели, с нами был Валерий Поляков. Легенда российского рекрутинга. Человек, который три раза за свою жизнь создал свою новую карьеру. И продолжает верить в то, что самое лучшее еще впереди. Большое вам спасибо за эфир. С вами был Роман Дусенко. Программа «Бизнес Завтрак». До встречи. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова